Добрый день, любители своих садовых участков, огородов и просто райских уголков. Мы приветствуем вас на сайте садовых, где вы узнаете и будете узнавать много полезных и интересных вещей. Сегодня в этот замечательный солнечный октябрьский день мы хотим поговорить о красоте. О красоте, которую вы создаете на своих участках. Вы лелеете свои участки, вы лелеете свои посадки, кустики, цветочки, деревья и ожидаете сразу декоративного эффекта. Но красота, она создается над нами. И прежде чем получить какой-то декоративный эффект, вы должны заранее об этом подумать и распланировать свои действия. Сейчас осень, вы занимаетесь уборкой урожая, вы убираете отследшие листья, приводите в порядок кустарники. Давайте поговорим вначале о газоне. Газон это как бы визитная карточка трудолюбия садовода. Потому что хороший газон требует много усилий, причем усилия должны быть не разовые, а постоянные. Газон под зимой должен уйти в идеальном состоянии. То есть если у вас газон неважно выглядит и вы думаете, что весной вы все наверстаете, это неверно. Начинать нужно реанимацию вашего не очень хорошего газона или поддерживать состояние идеального газона уже осенью. От того, как вы подготовите под зиму ваш газон, в каком состоянии он уйдет под снег, зависит, что вы получите весной, когда снег станет. То есть газон должен уйти под зиму обязательно свежим. Вам кажется, что сейчас трава уже практически не растет. Это не так. Трава перестает расти, когда приходит несовытие газона. То есть вы также продолжаете стрижь газон, и последняя стрижка должна уже быть перед самым снегом, и она должна быть по высоте чуть выше той высоты, которую вы обычно держите на газоне. Второе. Обязательно нужно убрать все сорбяки. Например, в данном случае на этом газоне все лето были одуванчики. Мы их тщательно убирали. Причем убирали не просто вырывали, а одуванчики очень длинные, с точневой корень, поэтому нужна лопаточка узкая, острая. И это как бы немножко трудолюбая. То есть нужно обязательно лопаточкой поставить около розетки газона, подкнуть лопатку и как бы немножечко поднять это растение, одуванчик, и вытащить. Видите, мы вытаскиваем его вместе с корнем. То есть если вы просто попытаетесь вырвать растение, одуванчик, вы оборвете корень, корень остается в земле, и одуванчик благополучно дальше растет. То есть только так, лопаточкой мы немножечко помогаем, и корень у нас хорошо выходит. Но в данном случае газон был стрижен, поэтому брать сверху не очень удобно за одуванчик. Но если у вас газон не стриженный, то есть вы не после стрижки начинаете убирать, то у вас вот хорошо это корневище, особенно если влажная почва, очень хорошо вынимается. То есть вот эти все сорняки, одуванчики в данном случае, мы можем уже осенью убрать, весной их будет гораздо меньше. Следующее, что мы должны сделать обязательно, если у нас газон с заболеваниями какими-то бактериальными, обязательно нужно его обработать. Ну, любыми препаратами от грибковых и споровых заболеваний. То есть вы заправляете опрыскиватель, естественно, не полтора литра, а побольше, так как в общем газон достаточно большая. Мы просто проводим газон с опрыскивателем и опрыскиваем. Таким образом мы как бы тормозим размножение вот этих бактерий. То же самое мы сделаем и весной. Тогда у нас вероятность заболевания нашего газона будет, конечно, меньше. Что еще желательно сделать? Желательно, конечно, прочесать. Ну, вы знаете, что мы делаем это весной, несколько раз после схода снега, когда газон просыпает. Но все-таки я рекомендовала бы это сделать и осенью. Но осенью желательно сухую погоду, чтобы не вырывать травы, которые у вас на газоне декоративные. То есть прочесывание делается с той же целью, чтобы газон не замокал. То есть чем меньше будет сухой травы и она будет невысокая, тем лучше он придет в свое состояние весной. То есть за газоном уход продолжается до покрытия его снегом. То есть не до морозов, как некоторые думают. Мороз ударил, снежок первый выпал, все. Значит, садовод складывает ручки и решает, что больше уже ничего делать не надо. Это не так. То есть мы заканчиваем все работы, когда снег ляжет уже постоянно на кучу. Субтитры сделал DimaTorzok